Орловский школьник Соревнования проходили на базе Орловского технологического техникума на улице Раздольной. Объявляется открытой! Сегодня в нашем мероприятии участвуют юно-армейцы всех школ города. Это очень отрадно, что с каждым годом растет число участников. Большая и интересная программа соревнований сегодня позволит каждому из вас продемонстрировать свое мастерство в борьбе за призовые места. Но я уверена, что этот день запомнится вам не только достижениями, но и радостью общения с друзьями и отличным настроением. Еще раз всех поздравляю, желаю вам успешных стартов и ярких побед. Товарищи юно-армейцы, сегодня и на протяжении двух дней, сегодняшнего дня, вы вступаете в очень серьезные и интересные соревнования. Я хочу пожелать вам, чтобы на каждом этапе военно-патриотической игры Зорница вы проявили свои личные индивидуальные качества бойцовские, проявили свои личные знания во всех областях. И самое главное, когда вы будете выступать, не забывайте, что вы члены одной команды школьной. И я хочу вам пожелать, чтобы наравне с высокими личными достижениями, каждый из вас прежде всего думал, что вы члены одной группы, одной команды. И желаю, чтобы каждый из вас не подвел свою команду. Победы, успехов и удачи вам всем в этих соревнованиях. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, стала традиционным площадка Орловского технологического техникума для проведения такого важного мероприятия. Вы все молоды, красивы, за вами будущее, но этот день вам останется в памяти навсегда. Кто-то из вас станет, может быть, завтра нашим студентом и будет учиться в стенах этого здания. Кто-то, может быть, придет после окончания образовательных учреждений работать сюда. Но этот день вы запомните надолго и навсегда. Поэтому желаю вам, чтобы вы в этих соревнованиях не только победили, но запомнили лучшие качества, лучшие моменты и оставили в жизни надолгую-долгую память. Всего вам доброго, желаю вам успехов. Дорогие ребята, разрешите вас поздравить с началом игры за Арниса и пожелать каждой команде показать свои боевые, технические и остальные навыки, чему вас научили ваши преподаватели, тренера. И пусть победит сильнейший. Удачи всем. Погnga в них заставить с началом игре. Погнать. Погнать. Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Светлый праздник победы нашего народа в битве с фашизмом. Всегда люди будут благодарны участникам той страшной войны, сумевшим одолеть жестокого врага. Сегодня, вспоминая погибших в войне 41-45 годов, почтим их минутой молчания. Головные уборы! Товарищи юно-армейцы, под знамя военно-спортивных игр смирно! Равнение на знамя! Звучит музыка После торжественной линейки на плацу и выступления организаторов, судей и почетных гостей, команда юно-армейцев Орловских школ приступили к соревнованиям. Они проявляли свои таланты и удаль в 12 конкурсах, среди которых были строевой смотр, упражнения со знаменем, разборка-сборка автомата Калашникова, экзамен на знания, касающийся военной тематики и вооружений, экзамен на знания истории России, оформление боевой леска с использованием интервью на заданные темы, оказание первой медицинской помощи, патриотическая песня, комплекс спортивных упражнений, туристическая полоса препятствий, метание дротиков и соревнования капитанов команд. Не трогайте Россию, господа, запомните нас бьют, а мы крепчаем, услышьте нас, а если нет тогда, тогда мы за себя не отвечаем. На ошибость нас не стоит проверять, заморский парень, ты не ест мессия, любезный не в Вьетнаму, а Россия. Среди соревнующихся была команда Орловской общеобразовательной школы номер 26, представленная военно-историческим клубом «Пограничник», работающим в этом учебном заведении. С командой постоянно находились наставники, участвовавшие в прошлогодней «Зарнице» – Татьяна Тугова, Кристина Аникина, Владислава Маренинов и Маргарита Музаревская. Вкладывая всю свою душу и передавая свой опыт, они кропотливо готовили участника военно-спортивной игры к каждому из соревнований. Ученик школы Павел Воронков осуществлял техническое обеспечение. Команду сопровождали преподаватели и сотрудники школы номер 26 – Екатерина Тюрина, Марина Врабейчук и Ирина Носкова, заряжавшие юноармейцев на борьбу и победу. Руководил всей делегацией Моинрук школы подполковник запаса Сергей Шипунов. Моральную и техническую поддержку юноармейцам оказывали председатель Орловской областной организации ветеранов пограничных войск Андрей Алексеев и пограничники запаса Игорь Семенов и Андрей Зарубин. Зарница была возобновлена в Орловской области в 1996 году. Тогда в ней приняло участие только 16 команд. Почти ежегодно число участников турнира растет. Окончательный итог городских соревнований Зарница будет подведен на торжественной линейке 19 мая. Тогда будут объявлены победители и призеры военно-спортивной игры. Но уже сейчас можно сказать, что юноармейцы 26-й школы особенно выделялись своей организованностью и коллективизмом во время пребывания на соревнованиях. Это была единственная команда, которая обозначила свое присутствие, развернув учебную заставу на территории техникума. На заставе постоянно находился дежурный. Она была украшена флагами погранвойск и военно-исторического клуба «Пограничник». Из динамиков магнитофона неслись бодрые пограничные песни. Зеленые погоны и звезды на плечах. Борит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим служить по грамм войска. У нас в руках спокойствие державы. О, Своей, любимая, я властью. Только юноармейцы 26-й школы использовали в соответствующих конкурсах макеты автоматов в калашниках. Выгодно, контрастируя с другими школами. Только у них была табличка с номером школы. Ни у одной другой команды не было такой большой группы поддержки. Это бросилось в глаза съемочной группе Орловского областного канала, которая посвятила команде школы номер 26 часть своего видеосюжета. Например, выставил свой пост военный исторический клуб «Пограничники» из 26-й школы. Клуб назван в честь Алексея Сырцева, выпускника школы, погибшего еще на Даманском. Каждый человек должен служить Родине и Отечеству и должен защищать Отечество и Родину. Все юноармейцы с боевым настроем выступили в конкурсах, привознемогая неудобства от жары и побеждая волнение и усталость. Ученики 26-й школы показали себя достойно, слаженно и дисциплинированно, проявили коллективный дух и волю к победе. Несмотря на то, что команда была представлена одним из самых молодых, если не самым молодым составом на турнире, она в нескольких конкурсах заняла очень высокие места и нигде не опустилась ниже середины. Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей, Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, Восвалим песни силу нашу, Силу гордую, богатырскую. Соня, грозная небо в улицах, Не сверкают степи и клинки. Это батюшки и муромцы, Вышли биться ученики. Мы завтра покажем отличный результат. Молодцы. Молодцы. Показали не плохой результат. Я считаю, до первого раза. Это за ручки. Но главное, что не увидели. Вот это за ручки. Беду их, ветры молятся, Ждут их тернии и ветры. Гулялись за добрые молодцы, Распотеши. Благородный корень длинный. Ура! 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 Молодцы. За них. За них. Учим. Ура! 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 Это надо жить красиво. Это надо жить развольно. Богатырская наша сила, Сила духа, Всю сила воли. Богатырская наша правила, Надо другу в беде помочь. Отстоять в борьбе тело правое, Силой силушку превосходь. Благородный корень длинный. Ура! 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 Это надо жить красиво, Это надо нам жить раздольно. Богатырская наша сила, Сила духа, Всю сила воли. Это надо жить красиво, Это надо нам жить раздольно. Это богатырская наша сила, Сила духа, Всю сила воли. Ура! 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 Давай! Давай! Отлично! На смотре патриотической песни юные пограничники сначала продемонстрировали трогательную музыкальную танцевальную композицию, посвященную Великой Отечественной войне. А затем экспромтом еще дружно и уверенно спили песню Олега Газманова «Погранзастава», являющаяся гимном военно-исторического клуба «Пограничник». Энергетика от песни была такой высокой, что даже судьи чуть ли не стали подпевать школьникам. Субтитры создавал DimaTorzok Шепчутся с пугом варкучьи пилы. Год 41, начало июня. Все еще живы, все еще живы, все еще живы. Все, все, все. Внимание, говорит Москва, сегодня в 4 часа утра началась Великая Отечественная война против немецко-факистских захватчиков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь юные пограничники будут активно готовиться к участию в параде, посвященному 74-й, посвященному 74-й годовщине Дня Победы, который состоится 9 мая на центральной площади города Орла. Тренировки уже начались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...